Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». И сегодняшняя программа точно понравится тем, кто любит чувство свободы, но при этом очень дорожит своей жизнью. Знакомьтесь, их позывные на дороге «Бандит» и «Айболит». Одни считают их сумасшедшими бунтарями, другие буквально боготворят и мечтают потратить первую же зарплату на покупку дешевенького Днепра, чтобы потом на зло, скуки и серости пронестись по улице, скрывшись за горизонтом. Не буду лукавить, и у меня до этой встречи мото-движение ассоциировалось с дерзостью и даже вызовом. Просто мы люди немножко другого поколения, мы постарше, нам не важна вот так вот эта скорость, чтобы прожечь. И мы выезжаем где-то так, знаете, более скрытно, ближе к вечеру, куда-то там проедемся где-то так, соберемся, да, то есть мы не пиаримся настолько, чтобы нас вот видели все, слышали все, то есть вот нам уже это не надо, мы уже это прошли. В общем, на самом деле образ жизни. Мне был, у меня мотоцикл долгое время, лет 13, наверное, 14. Каждый год, вот когда начинался сезон, у меня голова вот так вот крутилась на проезжающий мотоцикл, и все, хочу, 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 хочу. Еще недавно байкерами считали исключительно владельцев чопперов, которые ассоциировались с вынесенным далеко вперед передним колесом, обилием хрома, кожей, длинными волосами и, разумеется, бородой мотоциклиста. В Рязанском отделении байкерского клуба «Орден МСС» все гораздо проще. Этот мотоцикл, да, я брал именно для себя, выбирал долго и мучился с классом мотоцикла, то ли это эндуро, то ли это круизер. Вот, ну, ближе мне был эндуро, конечно, но на этот мотоцикл я сел и вспомнил яву, которая у меня была. Это один из последних надежных, мощных, настоящих железных мотоциклов без электроники. В самом клубе представлены практически все типы – круизеры, чопперы, спортбайки, эндуро. Приветствуется любой тип мотоцикла, неважно, на чем ты ездишь, главное, что ты ездишь. У Айболита, например, один из самых часто встречаемых на наших дорогах мотоцикл марки «Хонда» – это японская модель «Стик». У нас такие мотоциклы принято называть чопперами, но все-таки по правилам он относится к классу круизеров. Каждый из нас выбирает мотоцикл по душе. В идеале я бы купил себе еще мотоцикл типа туристического. Собственно, откуда взялись эти приятные мужчины? Истоки нужно искать в московской мотогвардии. Это объединение ветеранов и бывших военнослужащих. Оно было создано, чтобы в прямом смысле внести в массы мотокультуру в ее истинном лице, без пошлой речи, опасной езды и алкоголя. Рязанский клуб «Орден МСС» тоже пропагандирует эти ценности. Совершенно у нас недопустимо. Более того, если на тебе надеты цвета определенные, ты даже просто... Да, ты не можешь выпивать. Я не говорю про то, что уже ездить за рулем, но даже находясь просто в цветах, это не приветствуется. Приехали как раз из Москвы, из нашего клуба люди и собрали еще массу свободных фрирайдеров, там, друзей клуба. Большая колонна, проехали по городу, показали музей ВДВ, на соборке постояли. Естественно, в основном слеты, которые они проходят у нас, да, байк-фестивали и так далее, если они не многодневные какие-то, то они, естественно, проводятся все без алкоголя, потому что мы все находимся за рулем, приезжаем, уезжаем, общаемся. Ну, поверьте, в такой компании алкоголь это совершенно не главное. Если знать возможности своего мотоцикла, можно и на целые мотопутешествия замахнуться. Бандит, он же Александр Бруштеля, тоже отслужил в десантуре. В училище, правда, не поступил, зато с армией повезло. О мотоцикле мечтал, сколько себя помнит, но, как водится, не хватало то времени, то денег. У меня даже, когда маленький, я вот помню, кем ты хочешь быть, ну, совсем мелкий, там, год три, наверное, мотоциклистом хочу быть. То есть космонавтами, летчиками, там, еще кем-то. Вот, а я говорю, я буду мотоциклистом. Нет, он не был примерным учеником, как и большинство мальчишек, но почему-то всегда тянуло в технику, в армию и к мотоциклам. Своего-то у меня не было долгое время, ни мопеда, ни мотоцикла, все время мечтал. Был велик, на нем гонял, вот, и стремился всегда, все-таки, как-то продвинуться в этом отношении. И свой железный конь мог бы появиться уже в 14, чтобы накопить на Минск или Восход, Саша пошел работать на сельмаш. Всего за месяц заработал больше мамы, но ей же все и отдал. На мотоцикл категорически она мне запрещала иметь, владеть мотоциклом, как-то ездить на мотоцикл. Вот, поэтому все это в тихорях было, в детстве на чужих. Но она по любому поводу переживала. То и на горку я пошел кататься, или там в школу пошел через дорогу. В общем, это нормально, материнская такая опека. За горячностью характера уже тогда виделось в этом человеке большое сердце. Не в оценках же в конце концов дела. Да, классная руководительница Юра Михайловна говорила, что Саша, возьми, ты жуглый парень. Сегодня рязанские байкеры часто сами выступают в роли наставников. Какие только мероприятия не запрягают своих железных коней. От акций, флэш-мобов и городских праздников до православных встреч приглашают. Я за этот год узнал столько новых интересных людей. Да, с кем-то мы, допустим, раньше пересекались или на работе, или где-то. Да, потом, когда мы встречаемся на каком-то байк-фестивале, оказывается, у человека тоже есть там байк. У нас сразу меняются и взгляды друг на друга, да, отношения совершенно другое меняются. То есть, как лучшие друзья становимся сразу. Это объединяет. Согласно градации, МСС самая демократичная организация. И определенного клише для всех не существует. Каждый клуб устанавливает свои правила, назначает должности и дает позывные. Последний обычно по названию мотоцикла. Координирую все службы, так сказать. У нас есть несколько служб. Вот у нас казначей там сидит, дорожные капитаны. Евгений Стрекалов, он же Айболит, попал в клуб благодаря друзьям. Буквально разговаривались на кухне о мотодвижении и составили костяк Рязанского клуба. Тогда их было всего трое, сегодня вдвое больше. Казначей – это должность, да, это выборная должность. То есть выбираются клубом. Заведую финансами, храню казну, наши определенные расходы контролирую. А, собственно, Айболит, потому что доктор по профессии. К тому же Бармолит в команде уже есть. Это президент клуба. Мы с членами клуба нашего стараемся соблюдать правила дорожного движения. Собственно говоря, своим примером показывать вот тем молодым ребятам, как надо ездить по правилам, по правилам дорожного движения. Но основной тормоз он должен быть в голове. К сожалению, в 18 лет, когда люди садятся на мощные спортбайки, этого тормоза часто не бывает. Историю байкеров можно смело связать с традициями средневековых рыцарей. Это и по сей день слышно в звучных названиях – ночные волки, черные ножи, рычащие тигры. Массивная колонна и правда чем-то напоминает рыцарскую конницу, зашедшую в атаку. Я такими избитыми словами скажу – свобода, драйв. В общем, когда едешь, это на самом деле ветер в лицо, чувствуешь себя, ну, если не птицей, то великим человеком точно. И если в далеком средневековье коню заглядывали в зубы и ощупывали бока, то современные байкеры творят чудеса. Буйной фантазии нет предела – черепа, камуфляж и мото-тату. Закрытие сезона не означает то, что мы не можем дальше ездить на мотоцикле. У нас есть мотоциклы, которые могут перезвигаться и по зимним дорогам. Жаль только, что юные последователи видят в байкерских клубах только дорогу, драйв и рок-н-ролл. Свобода она в том, чтобы заниматься любимым делом без ребячества, с достоинством. Для начала, конечно, надо узнать правила дорожного движения. Это в любом случае не зря, что писано кровью. И на самом деле так. Потому что, когда ты пересекаешь поперек проспект, по-любому кто-то в тебя въедет. Надо все-таки к мотоциклу приходить уже с пониманием и с головой, что называется. То есть, имея за плечами какой-то определенный опыт и понимать, что это очень серьезная вещь. Юркость, она не во вред. Просто надо уметь этим пользоваться и голову всегда на плечах иметь. Пацаны, да, они садятся на транспортные средства. Очень повышена опасность для себя в первую очередь. Так вот, чтобы двести под КамАЗ не залетать, надо понимать, где и как ездить. Так что, если мечтаете примкнуть к настоящим байкерам, начинайте избавляться от вредных привычек и хамства на дороге. Мотоцикл – это не средство передвижения. Это стиль жизни, заслуживающий уважения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!